Книга «Открытым оком» автор Игнатий Тихонович Лапкин, 30-й том, вопрос 453. О каком спектакле упоминали вы, где спорят вера и неверие? Когда и где это было? Ответ. В книге Марии Карелли «Печаль сатаны» Дьявол, действующий в образе князя Риммонеза, для гостей поставил спектакль в XIX веке в Англии, цитирую. Последняя картина называлась «Вера и материализм» и была самая изумительная из всей серии. Зал постепенно погрузился во мрак, и поднявшийся занавес открыл восхитительный вид на берегу моря. Полная луна бросала сильный свет на зеркальные воды и, поднимаясь на радужных крыльях от земли к небесам, одно из прелечных созданий, о которых разве только могут мечтать поэты и художники, подобно ангелу, возносилась вверх. Ее руки, держащие пучок лилии, были сложены на груди, ее лучистые глаза были полны божественной радости и надежды и любви. Слышалась чарующая музыка вдали хор нежных голосов, пела о блаженстве. Небо и земля, и море, и воздух – все, казалось, поддерживало духа. Уносящего себя все выше и выше, и мы вследили за этим воздушным летящим образом с чувством восторга и удовлетворения. Вдруг раздался громкий удар, сцена потемнела, и послышался отдаленный рев рассверепавших вод. Померк лунный свет, прекратилась музыка, блеснул красный огонек, сначала слабо, потом более ясно, и показался материализм, человеческий скелет, болевший в темноте, искаливший весь веселые зубы и на нас всех. И на наших глазах скелет рассыпался в куски, и длинный, извивающийся червь, вылопался из обломков костей. Другой показался из главных впадин черепа. В зале послышался шепот неподдельного ужаса. Публика встала с мест, один известный профессор, протолкнувшись мимо меня, сердито проворчал. «Это может быть очень забавно для вас, но, по-моему, это отвратительно». «Как и в вашей теории, мой дорогой профессор», – прозвучал могучий смеющийся голос Лючева, встретившего его на пути, и миниатюрный театр снова был залит блестящим светом. «Для одних они забавны, а для других отвратительны». «Простите, я говорю, конечно, шутя, но я поставил эту картину специально в вашу честь». «О, в самом деле», – прорычал профессор, – «я не оценил ее». «Однако вы должны были это сделать, так как она научна совершенно правильно», – заявил, все еще смеясь Лючева. «Вера с крыльями, которые вы видели, радостно летящей к невозможному небу, ненаучно правильно, разве нам этого вы не говорили?» «Но скелеты черви – совершенно ваш культ. Ни один материализм не может отрицать правильности того состояния, в котором мы все придем на конец». «Положительно, некоторые дамы выглядят бледными. Как смешно, что все, чтобы называться светскими и войти в милость у прессы, принимают материализм, как единственную веру, а между тем боятся естественного конца жизни». «Поверьте мне, что я настоящий князь, и такого рода, каким ни одна из ваших старейших фамилий не может похвалиться. Но мое царство разрушено, и мои подданные и рассеянные между всеми нациями – анархия, нигилизм и политические смуты – вообще заставляют меня скорее умалчить о моих делах. К счастью, у меня деньги и изобилие, и только ими прокладываю себе путь. «Когда мы будем лучше знакомы, вы узнаете более о моей личной истории». «У меня много других имен и титулов, кроме обозначенных на карточке, но я ношу самый простой из них, так как большинство людей искажает произношение иностранных имен». «Мои интимные друзья обычно пропускают титул и зовут меня просто «Князь» – «Лючьо». «Это ваше крестное имя?» – начал я. «Нисколько! У меня нет крестного имени!» – прерывал он поспешно и гневно. «Я не христианин!» Он говорил с таким нетерпением, что на минуту я смутился, не зная, что ответить. «Вы не христианин?» «И в действительности никто!» «Люди претендуют ими быть, и в этом лицемерии достойном проклятии они более богохульны, чем падший дьявол!» «Но я не притворяюсь, у меня только одна вера. И это?» «Глубокая и страшная вера», – он сказал дрожащим голосом. «И хуже всего, что она правильна, правильна как машина мироздания. Но говорить об этом, кстати, когда чувствуешь унылость духа и желание побеседовать о мрачных и страшных предметах, вы не можете себе представить, какие громадные способности я имел когда-то. «Давно раньше, чем я сделался властелином сам?» И книга заканчивается словами. «Тогда он, кого я знал, как лючего, двинулся, улыбаясь, приветствую сердечного министра тем мелодичным могучим голосом, который мне так был знаком. Он взял его за руку, и они медленно пошли вместе и горячо разговаривая. Я следил за ними, пока их фигуры не удалились. Одна высокая, царственная и повелительная, другая широкая, самоуверенная в движениях. Я видел, как одни поднялись по ступенькам и, наконец, скрылись в доме английского государственного управления. Дьявол и человек вместе». Третья ездра, пятнадцатая глава, четвертый стих. «Ибо всякий, неверующий в неверии, своем умрет». Евреям 3.19 «И так видим, что они не могли войти за неверие». Премудрсть Соломона 5.6 «И так мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас». Слава тебе, Боже!